всем привет дорогие друзья и подписчики вы на канале айти доктор сегодня мы продолжаем нашу верстку из макета и напомню что делаем мы это на флекс боксах все у нас будет адаптивная и очень красивая на любом устройстве давайте перейдем к нашему файлу лес и будем писать таблицы стилей и для начала что нам необходимо сделать а нам нужно открыть тег body я думаю если вы смотрели видео по лес то вы помните как это у нас делается у нас может быть вложенность свойств в отличие от обычного css и сейчас мы будем все эти полезные функции применять давайте напишем здесь выберем тип файла css для начала чтобы у нас эмит работал и напишем для начала тело сайта теперь у нас будет дисплей flex пока что у нас ничего не происходит justify контент у нас будет space давайте space around и моржин стоп ноль пока что мы видим вот такую вот картину взглянем на файл main css у нас появился весь этот код это хорошо дальше у нас будет хедер прямо внутри body мы открываем тег хедер и пишем стиле для него давайте укажем background поставим фоновое наше изображение так как она находится в папке и нджи нам нужно выйти на один каталог выше теперь указываем папку и нджи background точка пнг и ставим но repeat давайте дальше напишем дисплей flex точно так же как и для body flex direction поставим колон а то есть чтобы они шли в один столбец дальше напишем мин хейт пусть будет 600 пикселей ширина 100 процентов и максимальная ширина у нас будет 1260 пикселей так как у нас в макете именно такая ширина указана если мы посмотрим на линейку то мы видим 1260 пикселей так сейчас у нас стиль не применяются я надеюсь вы не допустили эту ошибку и заметили ее сразу здесь ссылки link у нас подключена неправильным образом по крайней мере у меня теперь я изменил здесь путь и смотрите у нас сразу все эти стили применились это уже начинает на что-то быть похожим и давайте продолжим писать наши стили дальше напишем здесь джастифай контент то есть для того чтобы выровнять пусть будет space раунд также сохраняем это так как у нас лес компилируется в css не сразу же а буквально с небольшой задержкой то live reload не всегда срабатывает и поэтому нужно страницу иногда обновлять вручную но ничего страшного давайте продолжим писать код теперь у нас идет тег на внутри если вы помните пишем дисплей флекс точно также для него сохраним дальше у нас джастифай контент опять-таки space раунд вот что у нас происходит сейчас и line items сделаем центр теперь укажем такую вот конструкцию для тега а который будет внутри на color ставим белый фон сайс 25 пикселей давайте взглянем на макет что нам здесь требуется примерно запомним и вернемся к коду фонт вейт болт поставим текст декорейшн но чтобы у нас не было подчеркивания снизу дальше у нас идет тег и mg это наше изображение вот это вот и для него мы сделаем такие вот стиле пэддинг рай мы напишем 15 и вертикал айн поставим мидал смотрите что это нам даст текст у нас выравнивается по середине изображения и это именно такой результат как мы и хотели теперь нам необходимо здесь написать точка логом двое точие hover и mg чтобы при наведении на любое место из этого логотипа у нас происходили какие-то действия давайте добавим просто опасите и поставим 0 7 это у нас прозрачность и смотрите какой у нас эффект а просто цвет немного меняется когда мы наводим на логотип дальше у нас идет тег меню будем оформлять наше меню оно у нас выглядит таким вот образом стоит все оно в линию и имеет вот такой вот красный цвет скажем давайте напишем здесь лист стайл нон текст трансформ апперкейс чтобы у нас все буквы были заглавными и дисплей также сделаем flex теперь смотрите что это нам дает у нас все встает в одну линию но пока что не очень красиво выглядит продолжаем наше редактирование пишем ли пэддинг left поставим 15 пикселей теперь у нас уже есть отступы заметьте как с помощью лес мы очень просто все это дело записываем нам не надо писать все эти селекторы они сами автоматически создаются при компиляции смотрите если мы перейдем в файл main css мы видим вот такой вот код со всеми этими селекторами огромными и внутри весь этот код а в файле лес мы очень удобной форме это все записываем сами просто идем по структуре по порядку так как они вложены в html точно так же делаем это и в css а теперь нам нужно в ли сделать для ссылки о стиле у нас будет color white также дальше у нас font size пусть будет 20 для начала текст декорейшн нон сохраним вот такой вот у нас результат пока что он нас практически удовлетворяет дальше нам нужно сделать для ссылки о при наведении если вы помните у нас вот этот знак ampersand позволяет это делать color укажем я заранее подготовил этот цвет красный его можно взять из фотошопа вот этот вот цвет у нас при наведении также там вы видите у нас есть подчеркивание мы его будем делать не с помощью текст декорейшн а с помощью border смотрите каким образом border bottom пишем цвет вот такой вот solid 3 пикселя поставим здесь пробел конечно же и padding bottom сделаем 3 пикселя вот так вот сохраним обновим и проверим посмотрите какой результат у нас достигнут именно тот который нам и требовался у нас подчеркивание выглядит именно так можно его даже сделать немного потолще 5 пикселей например и вы видите как красиво у нас ссылки уже выглядят дальше мы будем оформлять вот эту вот центральную часть нашу для этого нам нужно выйти из вот этой вот скобки и даже еще на одну ниже так как у нас в теге header это все то мы будем писать вот здесь вот дальше для нашего main текст открываем main текст и пишем теперь уже все стили для него давайте посмотрим у нас здесь большой шрифт потом текст белым и вот такая вот ссылка сразу же здесь создадим h1 текст transform uppercase будет у нас font size 50 color white и сразу же давайте для спана сделаем такие вот стили color и скопируем вот этот цвет у нас он будет везде применяться красный такой вот и посмотрите что у нас получается h1 у нас уже полностью оформлен можно сказать давайте здесь добавим текст align center и у нас все это встало по центру вы видите что у нас уже довольно неплохо все получилось и осталось совсем немного чтобы завершить нашу вертку теперь здесь мы выходим на текст p color у него тоже белый и font size поставим 22 пикселя отлично нам осталось оформить ссылку напишем ей color опять таки наш красный цвет давайте дальше сделаем текст декорейшн нон фон сайс поставим 22 пикселя бордер два пикселя солид нашего цвета пейдинг 12 пикселей 28 пикселей вот таким вот образом также нам нужно сделать border radius поставим 8 пикселей и теперь при наведении на эту ссылку мы сделаем такие вот стили бэкграунд давайте поставим вот такой вот наш цвет а color ей поменяем на белый для того чтобы цвет текста менялся теперь смотрите что у нас получается мы наводим на эту ссылку она полностью заливается а текст меняет цвет на белый в принципе очень даже неплохой результат у нас получился и нам осталось оформить последний наш элемент это bot header пишем ему display flex justify content ставим центр вот она наша ссылка вы уже видите она по центру но пока что у нее цвет не очень подходящий дальше мы пишем font size 30 пусть будет text decoration нам нужно сделать вот такую вот стрелку поэтому мы сейчас поступим таким вот образом color у нее будет белый вот так вот и нам необходимо сделать такую вот вещь border radius 50 процентов чтобы сделать ей скругление и получить полностью у нас идеальный круг бэкграунд поставим наш любимый цвет дисплей также сделаем ей flex пусть будет ширина 45 пикселей я думаю достаточно высота также 45 пикселей justify content центр чтобы выровнять нашу стрелку по центру и теперь при наведении сделаем ей opacity 70 процентов давайте сохраним и посмотрим точка запятой я вижу пропущена отлично обновляем у нас получается вот такой вот результат стрелочка у нас внутри кругляшка все выровнено по центру все идеально сами посмотрите какой мы создали хедер прямо по макету с небольшими отклонениями но это ничего страшного сейчас нам главное научиться все это позиционировать и конечно же хочу вас поздравить что вы уже довольно серьезные темы затронули и изучили такие как flexbox и лес это довольно серьезный шаг в веб разработке и можете уже себя считать не новичками так как это уже более продвинутый уровень и посмотрите как это все красиво и понятно выглядит на лес и какое у нас количество кода на css с помощью всех этих селекторов вы видите в следующем видео мы будем делать это меню адаптивным если вы сейчас посмотрите у нас здесь появляется полоса прокрутки меню съезжает не все влазит а в следующем видео мы уже будем делать данную верстку адаптивной поэтому обязательно переходите к следующему видео надеюсь это видео было вам полезно поддерживайте канал лайком и подпиской и до скорых встреч